Девушки отдыхают... Ребята, всем привет! Сегодня у нас 28 марта. Погода хорошая сегодня. До этого сильный ветер дул недели две. Потом дождик. С утра было плюс два. Днем, думаю, будет градусов 10. И вот у меня первый сигнал, который нашел. Я сказал, пока сигнал первый хороший не найду, снимать не буду. Вот первый сигнал у меня. Это у меня пуговица. Сейчас мы их посмотрим. Так, у меня пуговица, вот она. Какая она слишком светлая, ребята. Сегодня мы два пылесоса. Я с Гарретом и друг мой с теркой. Все, ребята, сейчас чищу, смотрим. Так, почистил. Вроде как оловянная была пуговица. Ну и по весу, как или свинец, или олова. У меня есть друг Олег, он занимается пуговицей. Я у него спрошу, какого периода это пуговица. И ставлю в видео. Вот такая пуговка. Олова, либо свинец. Отличная находочка, интересная, очень приятно. А мы продолжаем. Очень много сигналов. И сигналы, очень спорный сигнал, очень много. Попадаются гвозди, чугунки. Вот, мощный сигнал. Сейчас в прямом эфире выкопаем. Субтитры сделал DimaTorzok Так, что-то у меня камера заглючила. Так, сейчас проверим. Ребята, в прямом эфире. Смотрите. Пуля-миния. Обалдеть. Вот это красота. Витя, пуля-миния. Витя, сейчас засниму телефон. Пуля-миния. Пуля-миния. Миняя, да. Так, ребята, пуля-миния. Свинцовая пуля. Кто-то не знает, это Кавказская война. Пуля применялась к дульнозарядному ружью. Обалденно. Вот это находки сегодня. Обалденно. Вот это да. Сейчас камеру ставлю. Поснимаем еще в прямом эфире. Может, что-нибудь еще будет. Ждем. Так, сейчас я вам покажу, ребята. Так, а вот кизил. Цветочки кизила. Где-то фокус, блин. А вот так. В прошлом году урожай кизила был прям шикарный. Надеюсь, в этом году будет урожай хороший. Вот кизил цветет. Небо голубое, голубое. Так, ребята. У меня радости. Сигнал бы 40-42. Как серебро. Видите, мелкая монета. И я увидел дырочку, как будто это маниста. Блин, неужели еще один пул я нашел? Так, сейчас протру здесь вот так. Где она, блин? А, вот она. Земля сырая, дожди прошли. Ребята, сейчас мою, посмотрим. Ну, как будто маниста. Видно, да, вот дырочка. Блин, прикольно. Неужели еще один пул медный? Да, да, вот видно, видно. Вот отверстие маниста было. Ждем, ребята. Обалдеть. Наверное, еще один домик или здесь поселение какое-то было. Ждем. Блин, ребята, это медная монета. Она такая мелкая, что она у меня в руках сломалась. Смотрите, я вижу, вроде как корабль нарисован. Или мне кажется. Вот такая монетка. Блин, она очень мелкая и поломалась. Сейчас постараемся поглядеть. Так, а сзади, смотрите, звезды и какая-то надпись. Так, ребята, короче, я домой приду, почищу, посмотрю информацию об этой монете. И тут же сейчас видео выложу. Обалдеть. Она мелкая и сразу... Я не успел помыть ее, она сломалась. Вот такая монетка. Итак, я нашел не монету, а я нашел жетон. Это так называемый нюрнбергский счетный жетон. Начиная с 15 века жетоны чеканятся в Нюнберге. Сегодня их так и называют нюрнбергские счетные жетоны. Они попадаются как массовые находки в России. Реже можно найти французские и голландские жетоны. По большей части, нюрнбергские жетоны – это дешевая имитация известных монет, а также французских и голландских жетонов. Чаще всего жетоны продавались вместе с разными товарами из Нюнберга, например, игрушками. На счетных фенингах очень часто встречались сведения и изображения, относящиеся к политическим и историческим событиям. В период с 16 века по 19 века нюрнбергские счетные фенинги распространились по всей Европе. Главным образом, потому что чеканились уже только в меди или латуни. И часто были подражаемы известным иностранных монет. В начале 18 века в Европе счетные жетоны окончательно потеряли свое основное предназначение. Но еще долгое время их использовали в качестве фишек для азарта игр, чеков, таверных или памятных знаков. И хотя спрос на них упал, Нюнберг сохранил это ремесло, и мастера продолжали чеканить счетные жетоны в массовом количестве. Я в интернете нашел более лучшие фотографии, так как мой жетон поломался. На версе мы видим солнце, полумесяц и звезды. На реверсе мы видим корабль, плывущий по морю влево. Примерно диаметр 19 мм, вес 0,7 мм. Часто жетоны продавались вместе с другой экспортной продукцией из Нюнберга, как искусно сделанной бездельцы. Также написано, что счетный фенинг канялся во многих местах. В новое время для счетных работ в банках Европы, чтобы золотишко при счете не затиралось. Нам завозились в бесчетном количестве, использовались народными по Волжье и Урала в качестве подвесок на платье. Это называется маниста. Что же такое маниста? Маниста – традиционное женское ношенное украшение из жемчуга, монет, бляшек, бисера, буз, обработанных разноцветных камней, кораллов и так далее, которое указывало на социальный статус его носительницы. Маниста из заготовленной из золота, серебра, драгоценных камней являлась, как и все драгоценности, так называемый неприкосновенный запас, на всякий случай, находящийся при владелице. Вот и предоставил фотографии, как выглядит маниста на русских женщинах. Так, продолжаем мы гулять. Погода распогодилась. Вообще хорошо. Так, вот и у терки первый сигнал. Вот терочка. Так, и у терочки сигнальчик. Терка мне сказала, это на персток. Не мог терка почистить ее, бля. Чистить неохота ее. Да, я монету уже почистил, правильно, да. Ну вот на персток, ребята, да. Было какое-то поселение. И я нашел несколько кованых гвоздей. Потом покажу. И на персток потом помоем в конце, покажу. Погода шикарная. 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 Погода вообще стала шикарней. Плюс 10, наверное. Так, вот и у терки еще один сигнал. Какая-то медная украшалка. Наверное, ременное окончание. Так, ее я исполосну. Может, какой-то красивый рисунок будет. Так, ждем. Такие вещи я люблю. Ждем. Вот, помыл я ее. Сейчас на солнышко. Видно, как посеребрение было, что ли. А сама она медная. Видно, вот, патина такая зеленоватая. Вот так. Да, это ременное окончание. Вот такое вот. Красота. 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 Так, ребята, покажу вам. Южное солнышко. Блин, ослепляет. Небольшой ветерок. Но теперь, вроде, где-то плюс 8. Так, а у меня сигнальчик. Вроде, как, наверное, накладка от пояса. Вот мы рядом с этим, с теркой вместе ходим. Наверное, собираем вот эти накладочки. Вот еще одна накладка медная. Посеребренная. Сейчас я почищу, посмотрим. Неинтересно копать, когда вот сигналы все-таки идут и идут. Так интереснее. Без сигналов неинтересно. Так, ждем. Грязное вам неинтересно смотреть. Ждем, покажу. Так, ребята, смотрите. Смотрите, вот накладка. Смотрите, какая она посеребренная. На солнце она ярче блестит. В камере не видно. Вот это накладочка классная на ремень. Ну, я так думаю, что такие черкесы, наверное. Вот такая гламурненькая накладочка. Красота. Вот это да, прикольно. Я уже говорил, черкесы очень любили свои вещи, медные, бронзовые, паковать серебром. Красиво. Как я люблю говорить, огонь. Огонь. Продолжаем мы хопать. Так. Так, утерочки сигнал. Вначале подумали, что монета. А это вроде пуговица. Какая-то тоненькая. Да, на пуговицу похоже. Сейчас он быстренько помоет ее аккуратненько и посмотрим. А вот, смотри, да. Не, не пуговица. Это накладка была. Да, какая-то накладка была, да. Давай смотреть. Давай, может рисуночки есть. Все, ребята, ждем. Шикарный день. День хороший, находки идут. Так, какая-то накладочка была. Видите, непонятная. И патина на ней. Надо это дома мыть аккуратно, что она очень тонкая тоже. Что за накладка? На конинку она вряд ли похожа. Какая-то... Может здесь ремешок проходил. Ну, крупная такая, крупная накладка. Надо мыть, может там рисунок появится. Ладно, там у меня сигнал. Сейчас у меня посмотрим, что за сигнал. Продолжаем мы заниматься поисками. Так, у меня поломанный наперсток. Вот, более-менее такой красивый. Так, наперсток. И покажу гвозди. Смотрите, какой гвоздь здоровый. Смотрите, какая шляпка. Обалденно. Рядом терка пикает тоже. Какой-то сигнал поймала. Да, тут, наверное, стояли домики в этом месте. Смотрите, справа-слева текут речки. Блин, я не успеваю бегать. Только терты, только себе. Слышите, терты тоже сигнал. Ребята, еще один наперсток. Это, получается, третий сегодня уже наперсток. Тут что, был комбинат швеей был. Чем они тут занимались? Еще наперсток. Сейчас меня терка позовет, наверное. Сигналы пошли. Классно. Нет, это классно копать. И природа, и погода. Шикарно. Вон, терке сигнал какой мощный. Так, а находки идут и идут, блин. Так, это у меня какая-то пряжка ременная. Такая крупненькая. Сейчас. Уберем земли. Сегодня сыро. Среди дожди. Вот такая пряжечка. Как раз на солнышке. О, как припекает хорошо. Так, сейчас располосну. Посмотрим, может, рисунки что-то есть интересное. Так, ждем. Так, вот такая пряжечка нам попалась. Видно, язычок был металлический. Видите, он сгнил. А сама пряжка медная. Вот такая, что попалась. Крупная пряжка, конечно. Такую не грех, конечно, не найти. Так, немножко согнутая пряжечка. А, вот тут треснуло немножко. Ну что, как я говорю. Огонь. Огонь. Мы продолжаем ходить. Вот, на одном месте крутимся. Крутимся вот здесь. Предположительно, стояло, может быть, 3-4 домика здесь. И нашли много наперсков. Попозже я покажу их все. Так, у терки какой-то сигнал интересный. Какая-то запчасть ременная. Вот она, накладочка ременная. Ох ты, прикольная какая. Сейчас почистим и посмотрим. Такая металлопластика, блин. Прикольно смотреть. Да, это накладочка. Ну, эти ремни маленькие висели на поясе у черкесов. Все, ждем. Мы моем это. Так, помыли. Смотрите, какая интересная такая ажурная такая вещица. Она вот так вот висела на ремне. Сзади видно вот крепление было. Такой вот цветочек получается. О, на солнышке вообще хорошо смотрится. Как я говорю, огонь. Огонь. Ну, мы еще часик походим и все. Что-то я устал слишком сильно. Давно не ходил, ноги гудят. Журчит речка рядышком. Я решил помыть все наперстки, которые нашли мы на поселении. Сейчас мы с вами посмотрим. Вот три наперстка, получается, целые. Два поломанных наперстка. Получается пять наперстков на одном поселении. Даже интересно. Напишите, ребята. Возможно так, чтобы на одном поселении на маленьком три домика было столько наперстков. И свинцовая, наверное, все-таки пряслица нашли мы. Вот такая штучка. Да, это как пряслица. Оно давало веретину, равновесие давало. Вроде так называется пряслица. Вот такие вот находочки. Много наперсток на одном месте. Не знаю, первый раз только вижу. Все, мы уже возвращаемся. День подходит к концу. Так, по пути, что найдем, то покажем. Не найдем, не покажем. Так, на сегодня у нас все. Месяц не копали, ноги гудят у нас. У меня, у терки ноги гудят. О, я уже все. Сейчас напарника жду, и все, и домой. Я думаю, что после этого выхода видео будет еще больше. Ну все, всем пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok